Сказка о котенке Шами и его необыкновенных приключениях — это письмо отца своей дочери. И велик соблазн так ее воспринимать. Но мы знаем, что в нашей истории всегда сказка ложна в ней намек, и ни одна сказка не пишется человеком, не мудрецом. То есть все сказки — это продукт мудрецов. С тем, чтобы в них зашифровать смысл интересный и взрослым, и детям. Дети, очевидно, восприняв соответствующую красочную обертку любой сказки, будут вспоминать приключения разных зверушек. А взрослые, постепенно набравшись необходимых ассоциаций и ассоциативных рядов, будут видеть в этом большие исторические смыслы. Так и сказки о котенке Шамме. Без каких-либо натяжек можно сказать, что это глубокая философская сказка, в которой представлен очень интенсивный исторический пласт событий и персонажей. Там обнаружим и Троцкого, и Бухарина, и Сталина, и активные дискуссии, дебаты и переживания друзей-стариков. И в этой сказке, конечно, представлена борьба, тенденция борьбы, борьба идей, борьба настроения, борьба будущего России, настоящего и так далее. Путь налево, путь вправо, путь безвестный, как бы сейчас сказали, путь инновационный, путь творческий. Как ведут себя люди, что дает им силы выдерживать все невзгоды на пути, что дает им силы двигаться вопреки любым препятствиям. Вот эта печаль о потерях. И в то же время все это наполнено светом романтики. И музыка поэтому возникла легко. Она возникла легко, потому что очень чистые, ясные, прозрачные персонажи. В них абсолютно понятно, где добро, где зло, где они переходят друг к другу, где в поиске возникает истина. И в любом, так сказать, в любом зверушке видны, естественно, и милые человеческие черты. И мне кажется, сейчас нам крайне важно, выбирая путь дальнейшего развития страны, не вообще только страны, но и каждого человека в отдельности, учитывать те переживания, те мысли, те метания душевные, которые были и у нашего великого соотечественника Николая Дмитриевича Кондратьева. Сегодняшнее событие мало назвать важным. Оно, пожалуй, историческое. Если мы перелистаем страницы биографии Кондратьева, то, наверное, сегодняшний день вписал в него еще одну строчку. Кондратьева реабилитировали дважды, в 50-е и 80-е годы. Сегодня, наверное, произошла третья реабилитация. Та реабилитация, которая делает еще один шаг к пониманию и славе человека. Вот музыкальная сказка, которую сегодня впервые посмотрели на закрытом показе, это удивительный путь к познанию и к славе человека, рассказ о его гармоничности. И очень важно, что это шаг к тому, чтобы Кондратьева знали и понимали люди сегодняшнего и следующего поколений. И вот аккорд музыкальной сказки, музыкального спектакля Агеева – это следующий шаг к глубокому пониманию общества. Я потрясен. То есть прочтение Александром Ивановичем мыслей Кондратьева между строк сказки дало уникальный вариант третьей реабилитации Николая Дмитриевича Кондратьева. Два экономиста, Кондратьев и Агеев, как бы слились в этом спектакле, в этом действии. Очень интересная линия Кондратьев-Сорокин. Она еще не раскрыта, ее до конца еще не уловили. Мы видим, как два великих ученых, оказавшиеся на двух половинах земного шара, здесь, как бы в этой сказке, снова нашли общий язык. «Искренность трогает небо». Что бы ты в жизни ни делал, ел, за девчонками бегал, небо ж все видит, ты знай. Есть для него уколочек в сердце твоем, днем и ночью, искры божественных строчек небо нам дарит, дерзай. Поиск духовного хлеба, встреча с самим же собой, долгий полет со звездой, искренность трогает небо. Сегодняшний день для нас был удивительным. Я по-новому открыл для себя выдающийся экономиста. Кондратьев – человек, который известен в узких кругах экономистов, своей волновой теорией, своей теорией цикличности и рядом иных вещей, которые обсуждаются в достаточно узком кругу экономистов. Сегодня я увидел его другого. Я почувствовал, что это человек удивительно талантливый, который способен писать стихи, и то, что порой он не может сказать в жизни обычной прозой, он выдает стихами и между ними. Я знаю Александра Ивановича Агеева несколько лет, и за эти годы смогла убедиться какой этот блистательный, искрящийся, талантливый человек. Он живет очень ярко, он живет страстно. Для него, как не только для ученого, но и для творческой личности, очень важно горение, полет, вдохновение. Он живет своим творчеством. И сегодняшний спектакль, предпремьерный показ мюзикла «Котенок Шами» это достойное тому подтверждение. Ну, я поэт, поэтому свои пожелания могу высказать скорее в стихах, чем в прозе. «Храни вас Бог за вашу теплоту, за ливни и за лилию в стакане, за тишину в забытом балагане, за боль прикосновения к холсту, за этот неразгаданный огонь, за эти неприступные ступени, за солнышко, дрожащее в купели и перышко, летящее в ладонь». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!